ПОЕДЕМ ГУЛЯТЬ ПО ЛЕНИНСКОЙ Так обычно говорила Мария Васильевна, собираясь из Лутугина вместе с сыном и дочерью на прогулку в Луганск. В 60-е годы считалось высшим шиком пройтись по Ленинской, надев лучшие наряды, так сказать, на других посмотреть и себя показать. Семейные прогулки обычно заканчивались посещением спектакля в драматическом театре, который сейчас нам более известен как Дворец культуры железнодорожников. А перед спектаклем обязательным пунктом программы было посещение парка 1 мая. Для начала мы ходили в парк 1 мая, там было масса каруселей, масса было всяких интересных аттракционов. После парка 1 мая мы обычно приезжали где-то за полтора-два часа до спектакля. После этого мы ходили на Ленинскую, это была центральная улица города. На Ленинской было много всяких киосков, тогда продавалась еще газ-вода, стали тетки такие с телегами, такие две колбы. В одной там лимонный сироп, в другой сироп малиновый. И это все наливалось, и это был такой неописуемый восторг. Но самое главное, я вот как сейчас помню, что обычно мы ездили, я с мамой, с сестрой и друзья моих родителей. И обычно дядя Веня, который приезжал с нами, он всегда ходил на Ленинскую, чистил обувь. Тогда на Ленинской сидели такие очень, я бы сказал, ярко выраженные товарищи с набором всех этих штучек для чистки обуви. И это считалось неприлично прийти в театр с нечищенными ботинками. Поэтому пока мы пили эту воду, дядя Веня чистил эту обувь. И всегда что потрясало в Луганске тогда, что особенно зимой всегда продавали мороженое. Что было для города Лутугино таким диковинным зрелищем. Конечно, всегда мне нравилось сидеть в этом зрительном зале. Было очень много бархата, очень роскошная люстра. И все это всегда настраивало на какое-то стащенодействие. И потом, когда начинался спектакль, я уже забывал обо всем. Я только смотрел на сцену. Тогда она мне казалась дико большой, громадной. Хотя она действительно же сцена театра, да и каждая она не очень большая. Потрясающая акустика в зале. Поэтому было слышно, где бы мы ни сидели. Но мы всегда сидели, по-моему, во второй ложе. Вот директорская ложа в театре. И маме мы были просто знакомы. Они всегда нам брали билеты в эту ложу. Я вот как сейчас вспомню, до сих пор был потрясающий спектакль. Но потрясающий по впечатлению. Это «Черный вальс» назывался. Спектакль украинского театра. И в нем играла звезда украинского театра. Заслуженная артистка Украины Галина Некорич. Мы сейчас очень плотно общаемся с Галиной Ивановной. Это мама Полины Шкуратовой, нашего Саши Шкуратова бабушка. Актриса, конечно, уникальна. А тогда, несмотря на то, что она играла отрицательный образ дамы, которая бичевала негритянское население Соединенных Штатов Америки, но это все и прощалось, потому что она была действительно безумно красивой. И супер, ну то, что потрясающе, и это само собой. Ну, конечно, актриса от бога. Поэтому это всегда производило неизгладимое на меня впечатление. И потом я после приезда домой еще долго не мог прийти в себя. Еще я помню еще один спектакль с тоже суперзвездой русского театра. Заслуженная артистка Казахстана Любовь Петровна Головковой. Был спектакль такой Лопе де Вега «Учитель танцев». Я помню, а там очень много было танцевальных сцен, где они играли с кастаньетами, танцевали. Я помню, на меня это тоже произвело такое впечатление, я был в 3-4 классе, что я пришел, приехали мы в Лутугино, я нашел какие-то ложки, завязал эти ложки, и два дня подряд стучал этими ложками, приведя в бешенство своего папу и свою маму. Но, тем не менее, всегда, когда я бываю в этом районе Луганска, я всегда, конечно же, с огромным удовольствием вспоминаю театр, парк 1 мая и, конечно же, Лянинскую улицу, центр в то время всего искусства, культуры и вообще времяпрепровождение. Два окна на втором этаже студенческого общежития педагогического университета. Здесь Юрий Казаков прожил 5 лет. Студенческий год он вспоминает как самые веселые, беззаботные и бесшабашные. Это, пожалуй, самое любимое здание студентов исторического факультета Луганского государственного педагогического института имени Тараса Шевченко уже прошлого, как ни странно, 20-го столетия. Вот в этом здании, в этом общежитии размещались студенты ИСТФАКа и студенты ФИЗМАТа. Вот там, вот мои там два окна. В одной комнате я жил с первого по второй курс, во второй комнате я жил с третьего по пятый курс. Причем время, конечно, было потрясающее. Помимо того, что была какая-то... Ну, тогда вообще ИСТФАК славился какой-то удалью, какой-то одержимостью, каким-то вот таким потрясающим задором, потрясающей мобильностью. Ну, ИСТФАК всю жизнь был комиссарским факультетом, был самый универсальный факультет. Как в свое время шутил наш ректор Всеволод Ильич Печуин, царство ему небесное, что самый универсальный факультет. Наши выпускники работали от райкомов, горкомов партии, заканчивая официантами и прочими очень важными, необходимыми для всех профессиями. У нас был целый второй этаж. Причем было очень интересно общение со своими сокурсниками и сокурсницами, в том плане, что была полнейшая коммуна. Все-все друг другу, вернее, все-все друг другу предлагали, я имею в виду еду, какие-то вещи, книги, семинарские занятия. Вот тут на втором этаже у нас была ленинская комната, ленинский зал, где у нас была и библиотека, и читальный зал, и мы там готовились к семинарским занятиям. Но еще был очень интересный момент. Одно время мы занимались во вторую смену, и, естественно, все спали часов до 10 до 11, но у нас были строгие педагоги, которые в 7 утра приходили нас будить. Это было, конечно, потрясающее зрелище. Спящие студенты, стук в дверь, и все вскакивают, непонятно от чего вскакивают, и, оказывается, нужно уже вставать. Еще два памятных места – это кинотеатр Украина. Очень удобно с общежития было идти в кинотеатр Украину, зайдя, между прочим, в институт. И, конечно же, универмаг Россия. Тогда, в эпоху тотального дефицита, все то, что вдруг неожиданно появлялось в России, это была притча воязицы. Какие там лекции, какие там семинары, все сразу убежали туда. Не всегда, правда, удалось что-то приобрести. Но и это не главное. Вот какая-то беззаботность, бесшабашность, но с серьезным уклоном на учебу, она была, я бы сказал, стояла во главу угла нашего пребывания вот эти 5 лет. В стенах любимая, альбоматор педагогического института тогда он назывался. Я еще учился в Ворошлавградском же пединституте. У меня в дипломе написано «Выпускник Ворошлавградского государственного педагогического института имени Тараса Шевченко». Здесь на первом этаже у нас был очень вкусный буфет, где было все безумно дешево. Была легендарная тетя Клава, которой было жалко всех студентов. И все ели в долг, и, естественно, не забывали все это вовремя возвращать. Еще у нас тогда, это был 1972-1977 год, только начиналась эпоха дискотек. И у нас в подвале, в жутко жарком помещении была дискотека, на которую все студенты, естественно, ходили. Еще что я вспоминаю с той поры, в комнате у нас было 6 человек. Естественно, все, так сказать, со своими амбициями, со своими какими-то взглядами на то или иное пребывание в жизни. Но, тем не менее, мы очень дружно жили, мы никогда не ругались, мы никогда не ссорились. У нас не было никаких конфликтов. Наоборот, все, что привозилось, это было в общий котел, сваливалось. И мы... А что вы привозили из дома? На студенческий стул? Ну как, естественно, картошка, естественно, сало и мамины какие-то консервированные вещи, помидоры, огурцы там. У нас был, со мной жил сокурсник, и он нам всегда привозил копченую мойву. Вот у нас был целый ящик этой копченой мойвы, и мы, так сказать, все это ели и пили. У нас было дежурное блюдо, это картошка, которое, естественно, натоило все общежитие, а наши барышни, которые обладали прекрасными кулинарными способностями, они нас всегда подкармливали то пельменями, то курами, то еще какими-то вещами. Да, мы жарили с утра до вечера картошку. Даже однажды сварили суп, но, правда, он почему-то у нас подгорел и выкипел. А прямо напротив общежития Эстфака находился, пожалуй, самый известный у нас в городе музей под открытым небом. Вот этот парк этих скифских извояний или еще, как их называют, скифских баб, я как студент исторического факультета имел к ним самое непосредственное отношение, потому что каждый год почему-то мы их постоянно переносили с места на место. Но если вы обратите внимание на эту девушку, так сколько в ней килограммов, то вы представляете, сколько это труда и усилий стоило. Вот мы регулярно каждый год, вот где-то примерно в такое время, в апреле, в мае, у нас были субботники знаменитые комсомольские, и вот мы их переносили, перетягивали с места на место, вот, и где-то, может, на какой-то из этих баб даже остались мои, так сказать, отпечатки. Но это еще было интересно потому, что мы на первом курсе изучали археологию, вот, изучали археологию, и поэтому, хотели или не хотели, в один из разделов археологии были вот эти скифские извояния, скифские бабы, которые являлись, ну, целым пластом, наверное, культурным народов того времени. И я помню даже такой момент, у нас был экзамен по археологии, и один из вопросов был вот эта классификация этих скифских баб, и я, как ни странно, знал только это, и оно мне, слава богу, попалось, и я поэтому довольно-таки прилично на четверку сдал археологию. А еще интересный момент, вот там, где вдалеке студенты, и такой легкий парк, в свое время, когда я учился, были спортивные площадки. И вот на этих спортивных площадках у нас проходила самая любимая дисциплина, естественно, это физ. воспитание, которое у нас было два года. Вот, и мы на этих площадках сдавали кроссы, какие-то еще комплексы, и я даже в институте сдал норматив на серебряный значок ГТО. Юрий Николаевич отмечает, что в то время на эстфаке был культ учебы. Студент Казаков даже не мог себе представить, что он придет на семинар, не подготовившись, или, например, пропустит лекцию. Надо сказать, что Юрий успевал везде – и учиться, и отдыхать, и играть в Народном театре при Дворце культуры имени Ленина. В то время, когда я учился в Педоинституте, ДК Ленина вообще был меккой, культурной меккой. Пожалуй, самое большое количество народных самодеятельных коллективов было именно здесь. И эстрадно-симфонический оркестр Островского, и Народный театр, в котором я 12 лет играл, Дмитрия Лисогора, и хоровая капелла Эли Бравермана, и агитбригада, и рапсодия. И коллективы действительно были высочайшего класса, высочайшего уровня. Вот этот зал, и та сцена, на которой мы играли 10 лет в Народном театре. У нас был один из лучших, я считаю, народных театров в области, да и в Украине. Каждый год мы выпускали две премьеры, причем премьеры солидные. И честь и хвала нашему режиссеру Дмитрию Фимовичу Лисогору, который сейчас живет в Израиле. Он не просто давал нам возможность свободного времяпрепровождения с пользой, но самое главное, мы приобщались к прекрасному, удивительному, потрясающему миру театра. В основном в составе труппы Народного театра было около 20 человек. У них всегда было много зрителей, зал был полон. Режиссер театра Дмитрий Лисогор руководствовался в работе высокой планкой. Это выражалось в тщательном подборе репертуара, реквизита. В театре работали профессиональные художники, гримеры, костюмеры. И, конечно же, огромное внимание уделялось актерам, студентам, учителям, врачам, рабочим. Кстати, в то время в Луганске ежегодно проходил фестиваль самодеятельных театров под названием «Театральная весна». Тогда в одном Луганске было около пяти коллективов. Это и Музкомедия в ДК «Строители», это и Народный театр в ДК «Маяковского», это и наш Народный театр ДК «Ленина», и был Народный театр тогда в Сельхозинституте. А если говорить об области, то это было столько коллективов народных. Это была действительно театральная весна, причем такого высочайшего класса. Вот на этой театральной весне мы показывали наш спектакль, и к нам приезжала комиссия, и я там тоже получил приз за лучшую мужскую роль. На мой вопрос, был ли страх перед выходом на сцену, Юрий Казаков ответил однозначно – нет. Было лишь ощущение безмерного счастья от того, что ты выходишь на сцену, желание сыграть как можно лучше, сделать роль интереснее. Наша прогулка по Луганску заканчивается. У каждого из нас свой Луганск. И Юрий Казаков рассказал нам про свой город, который любит и в котором ничего не хотел бы изменить. Хотя он признался нам, что если бы была возможность, он наконец-то отремонтировал бы филармонию и построил Луганский оперный театр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова